В Китае Киевсихика самая вкусная. Может, пустырь Дима никогда не пробовала? Русский ресторан Катюша! Вот такой номер. Ой, ну. Thank you. Спойлеров никаких не будет. Жестокая правда о похудении. Флеб! Вот она жизнь! Очень крутая система, кстати, велосипедов в Шанхае. Вот это зал. Все для них, все для людей. Дождь, гром, молния. Да, я на телете вообще не была паса. Диме повезло слить, а не, пока не очень. Два с половиной часа, билеты стоили. Люди, которые не нравятся, они просто обрабывают. Сейчас в Гуанчжоу жуткая гроза, и наш рейс задержали. А, это утиные лапки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 что пришли на самый первый сеанс и у нас нет билетов а мы нашли выход ура вот и сам прикол что короче айбэкс шамьян синема вот они китайцы это не стража галактики так вот и короче пришли на первый сеанс очень хотели посмотреть это раз во вторых нужно поменять билеты здесь можно все как у нас вводишь qr-код два билета аймакс 3d мы идем на английскую версию вроде бы два с половиной часа билеты стоили один стою они с двоих короче почти 1000 рублей за 1 не помню как стать билет россии не окажется у нас дешевле нет или достойку возьмем картофельные оладушки может понравилось и пойдем в кино хочется сказать что я в предвкушении но я нормально себя чувствую ладно все спойлеров никаких не будет в конце концов сомнений все обещали да мы в кино не были миллиард лет не просто миллиона просто миллиард лет мы в итоге зале сладкий попкор потому что картофельные крокки так и на листоматом не очень вкусно возьмем попкор мне понравилось так вы можете не переживать в россии например дают салфетки но в китае такая такой уровень стерилизации что здесь вообще можно не париться что они не постерилизовали очки у нас пятый ряд пятый ряд 17 16 места вот это зал и будет на английском мы идем с китайцами но мы наверно пересядем на ежевле что ребята это был восторг просто два с половиной часа на одном дыхании я думаю что когда вы когда выйдет это видео уже в россии наверно тоже показывает некоторых наверно кинотеатров но я хочу сказать что если вы еще не смотрели обязательно идите а если вы девушка то не красьте глаза потому что я проплакала полфильма но очень круто со стиле марвел здорово и спецэффекты игра актеров вообще просто все идеально просто идеально тяжело смотреть на английском каких-то моментов но в принципе там более-менее слова понятны очень было круто я советую вам ходите в кино развлекайте себя развлекайте себя в общем было здорово здорово мне очень очень грустно было но вы поймете поймете но не расстраивайтесь это все все дальше будет там хорошо или не очень хорошо в общем сходите посмотрите сами да очень крутая система кстати велосипеда в шанхае депозит если не ошибаюсь 100 юаней это тысяча рублей да а и ты просто катаешься на велике сканируешь под берешь его и сейчас я пропущу людей и едешь получается вот мы сейчас от дома от дома ездят от кинотеатра до дома будет стоить не рублей двадцать-тридцать а синий очень прикольно очень дешево я вам так покажу у меня паста с креветками и кешью у димы боу с лососем красной икрой и всякими там штуками и мы взяли по раб из говядины такие дела мы сегодня лентяй и не хотим готовить ну я не хочу готовить вот и решили покупать нашим любимым прямое включение зала ну что жестокая правда о похудении нет никакой волшебной пилюли друзья моих есть лишь одно это дефицит калорий и слушайте какие сказки о том что я и от рода худая да можно разогнать свой метаболизм вообще я с этим не спорю это моя тема я его разгоняю но если вы не уходите в минус калоража то вы не будете худеть например вы после этого вы видели видео с пастой и с рабами мы зашли с димой бекерн спать и взяли по круассану он взял миндаль не свой любимый я любимый миндальный с шоколадом и утром я ела попкорн значит что значит я пришла просто отхерачила 10 километров чтобы все это жить вот так что так что так вот рассказала о том что я мокрая машин же я саду это когда я бегу такая мокрая ладно пойдемте домой все все сожгли просто сожгли попкорн сожгли паста с рабом не страшно завтрак не страшно главное делать пружин легкий я не ушла в норму я не ушла в дефицит я ушла в норму где-то 1800 я наела значит я завтра проснусь должна такой же как я проснула сегодня приветики я нахожусь в аэропорту снова подумайте вы вчера не снимала мы с димой ездили в другой город вот и сегодня с утреца уже конечно же я еду в Гуанчжоу потому что теперь моя виза закончилась и мне нужно продлевать это будет моя первая виза по продлению знаю что первую визу дает без проблем вот сегодня летим в Гуанчжоу народу не очень много погода ужасно сегодня дождь с грозой я ненавижу летать дождь с грозой я вообще хотела поехать 7 часов на поезде но Дима сказал что нечего порочное нечего так нечего пойдем на секьюрити сейчас пойдем проверку и все пойду кушать кушать и полетим я зашла в свой любимый бейкер и спайс долго ждала свой завтрак который вот приготовил я хотела взять хейт но блин просто время тяните ой 10 утра такой черту сил я решила все же позавтракать вот любимый авокадо тостом не знаю наверно мне эта еда никогда вообще не дает дома я съела губитку и кашу у меня такая фигня у меня короче от каши возвращение уходит очень быстро поэтому я вот так много холодная поем смотрите я наверно есть не буду я тут устроила скандал ну как обычно короче здесь нет убили нормальных нет ножей я кстати вспоминала в россии по-моему рапорту тоже нет даже у меня на спилок и ножей хорошо вот это привык который терпеть не могу есть деревянными вилдами душа не привык и дерево но у них есть только ложка и нет ножа понимаете как если есть я в итоге стала тебе объяснить я могу вам вернуть деньги а у меня посадка через 20 минут нет конечно себе не надо вот и таки подошла на кухню и ребята мне порезали вот этот видосик должен был быть из гуанчжоу но этот день просто не может быть не мог бы не мог пройти спокойно короче в гуанчжоу жуткая гроза и наш рейс задержали нас держали до трех я ходила скандалила почему все еще не какая-то жуткая скандалистка но я знаю почему девочки меня поймут в эти дни вот и короче ходила скандалила что тебе ну предоставьте воду или еду в итоге ничего пока не предоставили сказали дадут информацию через 40 минут вот я сидела купила себе бутылку воды и через 40 минут пойду вниз знаю что предоставят нам бутылку воды и пунктам китайскую еду я посмотрю покажу вам вот и дадут информацию по вылету сейчас мне пришла смс-ка что перенесли на час час двадцать что ли а до этого сказали что перенесли на три двадцать вот все очень странно непонятно и обычно через одно место ну хорошо что я полетела запасом у меня еще сегодня только восьмое восьмое седьмое бог ты мой вот у меня еще три дня до окончания визы поэтому мне не очень страшно чем калерин магазинчику мне так нравится короче это ли фэн тут всякие штуки на разве статика что китайский там сосиски неинтересно да но мне нравится отдел с орешками то есть тут грубо говоря за полкило 1730 например пекана пакетик маленький вот я даже скажу сколько здесь грамм наверно или не скажу ну в общем вы берете пакетики набираете вот и тут есть например смесь орехов вот потом вам все это взвешивают и говорят стоимость очень удобно например он взял там пакетик фисташек юаней за 5-7 захотел кушать раз такой перекусил это кстати острые фисташки это на соленые нет на вечер он обычные ну тут куча всяких таких вот есть пекан скорлупия есть арахис в вакууме вот кстати макадамия она в каком-то сиропе такая мягкая да я не понимала или что такое мои любимые кедровые самые дорогие макадамия опять то что любят китайцы да вы не ошиблись это куриная голень это наверное какие-нибудь куриные а это утиные лапки это острые утиные лапки я кстати а это даже по лапке до маме он привозил он так чисто посмеяться а здесь все-таки здесь семечки всякие орешки так здесь грибочки ноки люблю их кстати это манбук что это песняковый сахар тофу тофу печенюшки пошли рисовая такая мягенькая вкусно конечно все дешевые вафелька вафелька вкусная мой красивые смотрите какие монтейки а нет это это моти по моему да вот так что еще ухты желешка вот такие желе есть прикольно мне узнать нравится китай что здесь всякая реально всякая всячина вот есть чипсы смотрите не хотите выбрать огромную упаковку вот взяли оригинальные это господи печенье мармеладки тоже есть боже на на воняет просто ужасно креветка с чесноком самолете открыть рыбку немножко покушать крабовая палочка непонятным составом сосиски вот эти ребята случайно вырубила камеру чем эти китайские сосиски вот не знаю вот эти думаю они тоже ужасный очень невкусные вонючие просто ужасные здесь вот вонючие яйца тысячелетние какие-нибудь вот эти вот наверное боже может вам устроить разгром строить разгром youtube шорт показать на видео как я буду все это пробовать просто кошмар что вам уже хочется в китае скажите вот вкусная штука это яблочная пастила я ее очень люблю не всякие сухофруктики вот как-то так ну что друзья я в шикарном гуаньчо можно садить на эти крутые высотки видно вам впереди тоже вон красотища какая ничего здесь нет ни дождей ни гроз не знаю блин что нас задержали рейс я в общем жду дима только-только будет вылетать не стала снимать после перелета потому что я была такая слегка нервная тяжелый полет конечно было тяжело лететь турбулентность грозу я очень боюсь летать я я даже это не скрываю мне страшно в полетах несмотря на то что я летала миллион тысяч раз мне до сих пор страшно и хоть я и знаю что там самолеты это самая безопасная машина в мире на машина в кавычках все равно блин гуаньчжоу все по-другому так прикольно сейчас я пойду в отель мы в этот раз выбрали другой отель остановились в сухителе это считается французская сеть я посмотрела очень много хороших отзывов после кантонской выставки о них от людей вообще совершенно разных национальностей мне это очень понравилось в общем я решила взять попробовать этот отель а Субтитры делал DimaTorzok 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 Короче, мы вчера ходили в какое-то классное место В общем, рассказываю Здесь очень много русских Все они... Вообще, в Гуанчжоу, в принципе, очень много русских И еще одно замечание Здесь очень много людей мусульманской национальности Вот, и мы вчера ходили в такое классное место Там уже, правда, все закончилось Вот, но мы съели, короче, В общем, как наши пирожки Вот почти то же самое Только... Это два гадарина с бараней? Бараней 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 Да, что это так вкусно? Просто... Мне кажется, давай одни вам скажем Если вы... Нет, бараней Бараней Вот, короче, что я вам хотела сказать У нас прямо рядом с отелем Русский ресторан Катюша Я вчера тут чуть слезами вся не оттеклась В общем, сегодня в обед мы пойдем туда Люди показывают вам, чем заняться в Гуанчжоу Куда сходить Оксана вам показывает русский ресторан В общем, такие дела Мы, кстати, позавтракали О, простите Завтрак был очень вкусный Вообще просто восхитительный Я объелась как семья По-моему, уже вот это видно Вот, так что все Мы пришли с 7-11 На связи У меня пока только включение меня с Гуанчжоу В общем, Диме... Диме повезло с визой Мне пока не очень Но завтра попробую еще раз Люди, которые приезжают в Китай Пробуют китайскую еду Китайские закуски Оксана Катюша Рошан Кузин Как же понимаете, мы почти 3 месяца в России И это просто невозможно Невозможно без российской, без русской еды Я очень скучала Здравствуйте Здорово, да? Чего ты не��� like? Ояееessel Боже вот пожалуйста вам это я вам еще меню не показала вы будете просто шоке это вот с нового года не убрали тут наталья поет по вечерам так вот ребята очень интересно итак меню смотрим борщ 38 юаней 38 юаней это сейчас юань по 11 плане до почти 420 где-то грибной суп гороховый суп смотрим соленья соленья разносола за 700 почти 800 рублей селедочка с картофелем 950 честно где выведут салат от сенге с овощами греческий пожалуйста оливье 700 что 50 винегрет 650 вот она селедочка боже 750 рублей мимоза как все аппетитно без троганов вечером у них вообще такая тусовка манты до блинчики блинчики вот она котлетка с пюрешкой 750 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 8 9 9 9 10 9 11 12 14 и 14 14 15 14 15 15 15 15 Может, устроишься сюда, к пиар-менеджеру? Вот она, звезда вечера. Можешь взять еще одну тарелку? Ой, красавица. Сверху пошел. Не знаю, как хочешь, так и ешь. Ешь много сразу. Слой за слоем. Вот она, родненькая. Холодная. Может, ты как мороженое ешь? Холодная? Нахер. Вот это еда. Овощи, майонез, рыба. У них ложки пахнут столовкой российской. Реально. Оттуда и привезены. Вот реально нужно вилки попросить. Вкусно. Все. Отлили часть борща. Нам еще принесли бестроганов. Я его не пробовала. Лука выглядит много, но выглядит вкусно. Приятного аппетита! Спасибо. Итак, друзья, что мы имеем? Борщ стоим 380 рублей. Бестроганов. Ой, 380. 38 юаней. Это 450, наверное. Бестроганов 780. Нет, почти 900 рублей. Хлеб 4 кусочка. 200 с чем-то. Селедка под шубой. 68. Это 750. Еще мы взяли в пакете орешки с вареной сгущенкой. Дома с чаем хотим. Они стоят почти 700 рублей. Итого 262 юаня. Это почти 3000 рублей мы отдали за самый лучший ужин. Посмотрите, обед очень просто. Это я ела. Потому что вы понимали, как мне было вкусно. Я просто хлебом все выгребла оттуда. Очень было вкусно. Я осталась довольна. Люди снимают в Гуанчжоу. Оксана снимает, как взяла бухе до 32 тысяч рублей. Короче, у нас тут устрицы. Дима никогда не пробовала, поэтому у нас не сыры. Я попросила их отварить. Мы тут сушили поедем. Вот. Сейчас я быстренько съем свою. Я в нее капнула лимон. Это паста. Мне очень красиво. Это не моя еда. Можно Диму? Я в нее капнул... Из чего вы плевает? Слезы. Обычно люди, которые не нравятся, они просто плевают. Слезы. Ну что? Как будто я рыбу съел сырую. Ну и принял. В общем, пока я тут взяла себе киевси и сижу ем. Ну, кстати, есть такое поверье, что в Китае киевси типа самая вкусная. Не знаю, насколько это правда. Как-нибудь. Я, кстати, хочу вам сделать обзор киевси, если реально надо. Поставьте плюс. Заказать там все меню. У них на завтрак, на обед и на завтрак. И точнее после завтрака. У них очень много позиций. Они совершенно разные. Ну, сейчас, короче, поездки и все. Потому что я очень расстроена. Мне дали визу на две недели или вариант полететь домой. Короче, я такая очень расстроенная. Ну, ладно. Как сказала мама, что не делаешь все лучшее, но главное все жив и здоров. Что правда. Вот. Поэтому через две недели я снова полечу в Больжоу. Снова буду умолять полицейского от ВПСР отдать мне визу. Потому что я не хочу пока что возвращаться в Россию. У меня пока не было таких планов. Вот. Так что... Ну, не знаю. Посмотрим. Может быть и вернусь. Если придется. Блин. Потому что закон нарушать я не хочу. Ладно, буду есть. Это, кстати, суп. Если вам интересно. А что тут? Ну, я вам сказала. Если вам интересно, ставьте комментарии. Я вам запишу. Ну, ладно, буду кушать. Я очень голодная. Вообще просто. Просто адски. Ну, все. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...